МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Система контроля и не так давно подвел итоги завершившейся легализации имущества и капитала, которая стала подготовкой к процедуре всеобщего декларирования. Здравствуйте, меня зовут Марат Окмагамбет. И сегодня в приоритете сразу несколько шагов плана нации, касающиеся финансового блока. Я расскажу, какие реформы ожидают Минфин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти два с половиной года длилась в Казахстане третья волна акции по легализации имущества и капитала. Именно ее эксперты называют наиболее успешной. По итогам акции было легализовано 5,7 триллионов тенге. Из них имущество на 1,6 триллионов. Лидерами по регионам по стране являются город Алматы, Астана, Алматинская область. Аутсайдерами такие регионы, как Северо-Казахстанская область, Запад-Казахстанская, Кослаждинская область. Естественно, что Алматы, Астана, потому что это, во-первых, столица республики, во-вторых, Алматы – это финансовый центр республики. То есть львиная доля денег и зарубежного имущества была легализована именно преимущественно в Алмате. Если же говорить о зарубежном имуществе, то в целом по стране было легализовано на общую стоимость 70 миллиардов тенге. Это порядка 466 объектов. Более 400 из них – это все-таки объекты недвижимости и зачастую это жилой фонд. То есть это виллы, дома, квартиры заграничные. Львиная доля имущества была расположена в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай. В списках легализованного гражданами имущества фигурируют 33 страны. Как и ожидалось, казахстанцы поспешили обнародовать свои активы ближе к концу акции. В четвертом квартале 2016 года легализована почти половина всех средств. Кто успел обнародовать спрятанное, могут спокойно дожидаться акции всеобщего декларирования. Проведенная акция по легализации была в преддверии предстоящего всеобщего декларирования проведена. Но с учетом того, что всеобщее декларирование перенесено на 2020 год, Комитет госдохода в любом случае не списывает на нет. В любом случае, как вы сказали, это подготовка своего рода. И все те, кто легализовали свое имущество, могут спать спокойно. Кто задекларировал и показал свои деньги и имущество в 2020 году, смогут задекларировать их. И никто не будет спрашивать, откуда у него такое имущество или деньги. А те же, кто не задекларировал свои доходы и свое имущество, по тем гражданам в 2020 году могут возникнуть вопросы на предмет происхождения тех же денег или того имущества. Легализация позади. И теперь перед Комитетом госдоходов стоит другая задача. Подготовить все системы контроля к акции всеобщего декларирования. Упор на автоматизацию всех процессов. К примеру, для того, чтобы создать ИП, нет необходимости толкаться в очередях. Достаточно просто зайти на сайт и подать уведомления. Исключается контакт потребителей с органами госдоходов. Плюс к этому у нас идет самоотношение через информационные системы. Потому что, в принципе, ну, скажем так, 17 миллионов населения, если активно 12 миллионов где-то мы рассчитываем, чтобы сдавать декларации. Не хватит столько людей, чтобы каждого обслуживать. Поэтому упор идет только на автоматизацию. Только автоматизация спасет нас, не только нас в целом государстве, что в сроки и качественно пока оказать услуги. 52 услуги сегодня оказываются Комитетом госдоходов. Из них 29 уже передано в корпорацию правительства для граждан. Это означает, что казахстанцам достаточно зайти в ближайший цон, чтобы получить необходимую услугу. Процесс автоматизации должен облегчить переход к всеобщему декларированию. Казахстан ставит цель бороться с теневой экономикой. Сейчас этот сегмент занимает по разным подсчетам от 18 до 25% ВВП. Переход к всеобщему декларированию должен, если не кардинально, то хотя бы отчасти повлиять на решение проблемы. Есть и плюсы, и минусы. Плюсы – это, опять же, борьба с коррупцией, это финансы, дисциплины, это увеличение поступлений в бюджет и так далее. Но и минусов немало. В частности, один из основных минусов, который рассматривали и депутаты, когда этот законопроект проходил первоначально, и потом после этого, сами знаете, сейчас продлили срок введения до 2020 года. Это вопрос неготовности как системы налоговой, то есть со стороны государства, так и самого населения. Потому что это нововведение, новелла для нас большая, она коснется всех. В любом случае, именно вводить поэтапно – вот единственное, на мой взгляд, верное решение. Потому что сразу всех охватить – это будет тяжело. Все реформы, проводимые Министерством финансов, под пристальным наблюдением экспертного сообщества. Именно от профессионализма сотрудников профильного ведомства зависит, успеет ли страна в сроке подготовиться к всеобщему декларированию. Министерство финансов в ходе подготовки автоматизирует процессы, совершенствует налоговое законодательство. Владимир Владимирович платит налоги и хочет получать всегда много от того, что он заплатил. В нашем случае по госуслугам. Но как лицо более-менее нейтральное, конечно, стоит признать, что за последние годы, как минимум, налоговая система, в которой мы работаем, можно сказать, что она шагнула вперед очень сильно. Это однозначно. Если элементарно сравнивать со странами ближайшего зарубежья, странами СНГ, у нас система в целом довольно сбалансированная, и она впереди, может, не всей планеты, но впереди в лидере среди стран СНГ. И даже если сравнивать с ведущими западными странами, я не могу сказать, что ситуация у нас такая плохая. Она очень хорошая. Но всегда есть куда совершенствоваться, куда идти вперед. По данным Комитета госдоходов, кто не успел легализовать активы, теперь вполне могут ждать в гости налоговиков. Финансисты обещают воспользоваться Страсбургской конвенцией. Ее подписантами являются порядка ста стран. Сейчас налаживается автоматический обмен информацией по налоговым вопросам. В том числе по наличию у граждан Казахстана имущества и денег за рубежом. Уже менее трех лет остается до старта всеобщей декларации. На первоначальном этапе планировалось, что в 2017 году всеобщее декларирование коснется только категории государственных служащих, служащих национальных управляющих холдингов, компаний, то есть так называемых национальных компаний. А для остального всего населения акция должна была начаться по всеобщему декларированию с 2020 года. Но сейчас весь полностью процесс этот объединен в один этап, и в 2020 году все без исключения категории, без разделения, будут заходить во всеобщем декларировании с первоначальной декларации. В профильном ведомстве твердо убеждены, что к 2020 году подготовиться успеют. Не сомневаются они и в эффективности ожидаемой акции. Пока же здесь завершают подводить итоги легализации, отправляя собранные деньги работать на экономику страны. В части имущества, легализованного на территории Казахстана, как я уже говорил, 1,6 триллиона тенге. Это порядка 151 тысячи объектов недвижимости, из которых 9,5 тысячи – это коммерческие объекты. То есть только от этой категории имущества мы дополнительно, ежегодно будем пополнять бюджет на сумму порядка 800 миллионов тенге. Казахстан в своем желании войти в тридцатку развитых стран. Старается не отставать от трендов и следует рекомендациям организации экономического сотрудничества и развития. Легализация имущества и капитала позади. И сейчас Минфин готовится к процедуре всеобщего декларирования. И пока весьма успешно. Налоговая нагрузка в Казахстане считается одной из самых благоприятных в мире. Так, по данным Всемирного банка, в последнем рейтинге «Дуин бизнес» по этому показателю страна заняла 18-ю позицию. Вы смотрели «Приоритеты» уже в следующем выпуске. Я расскажу вам о самых интересных реформах, которые ожидают нашу страну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok